У нас каждый день, ну или каждый месяц, по крайней мере, приносят неприятные и очень неприятные известия. И здесь вот в ответ якобы на то, что у нас на российско-украинском фронте воюют северокорейские солдаты, нам Вайлен прислал вот такую радостную в кавычках вещь. Он разрешил применять ракеты Атакамс, да, Атакамс, вот, свои, по глубине российской территории. Они достают, это баллистическая скоростная ракета, достает на 300 километров вглубь России. Вот, и вот сразу после разрешения официального украинцы применили и ударили. Вот по Врянской области, ну вот сегодня, значит, да, сегодня тоже, когда мы записываем, значит, тоже удары нанесли. Уже не только вот Атакамс американские, но и британские там Штормшедов, вот, еще на очереди французские ракеты. То есть, вот, что мы получили от не совсем продуманного решения Северной Кореи. Ну, не знаю, могли они, значит, и без этого фактора, но вот они ссылаются на то. Так вот, значит, это весьма и весьма серьезная штука, потому что вот эти ракеты Атакамс, они являются носителями ядерных боеголовок. Вот, ядерной боеголовки. И ходят там, пока это на уровне фейков, там предположение, что могут американцы, но больше на британцев там показывать, что могут передать несколько ядерных боеголовок украинцам. Оснований юридических нет, потому что здесь, значит, договор о нераспространении ядерного оружия. Но, вы знаете, вот соблюдаются, еще раз подчеркну, все договоренности более-менее четко. Когда две стороны, да, они обладают одним потенциалом вот из этой сферы, как бы равным потенциалом, да. Вот почему с Советским Союзом, вот начиная там 69-го года, да, запущен был процесс, вот, ограничения, вот, ОСВ-1, ограничения стратегических вооружений. ОСВ-1, затем ОСВ-2 пошел уже процесс вот этого, да, потому что мы в чем-то серьезно опережали, вот, в отдельных там видах изделий. Ну, когда у нас появилась эта наша воевода Р-36, вот, которую в Днепропетровске там делали, да. Вот, когда появились там ракеты средней дальности типа Пионер, американцы до сих пор подобного сделать не могут. Когда пять с половиной тысяч километров дальность, три боеголовки и на колесном ходу. То, что вот сегодня, ну, у нас система Ярсона получила развитие вот из Пионера и так далее. И вот, когда мы в чем-то превосходим, то американцы первым предлагают, давайте договариваться. Вот, но только не нужно, как Горбачев там творил вот эти походы. Мы как бы дарим. Вот, я говорю, у нас вот это в три раза стояло в Европе, в европейской части вот этих ракет. Пять с половиной тысячи дальности, там, пять, потом пять с половиной, на колесном ходу, три боеголовки ядерных. Вот, а у американцев стояли в Европе першиных два А. Это прицепной, то есть тягач его тянет, выставляет, и там, по-моему, четыре часа, если не ошибаюсь, для того, чтобы подготовить его, значит, к пушку. Да, а наш выходит, значит, точку определили, значит, вот отсюда будет пуск. Сорок минут, и машина останавливается, сразу там эти опорные вдвигаются, вот эти, значит, механизмы. Всё, вводится задание, и сорок минут, сорок, сорок пять минут она идёт. И вот такое преимущество техническое, вот, нельзя менять один на один. Ну, мы предлагали военные, там, вот наш генштаб, что хотя бы один к трем. Карпачёв, ну, что вы, железо, оно и есть железо, это я вот свидетель тому. Вот, железо, оно и есть железо, что вы там считаете, критерии там, и так далее. То есть, так нельзя. Американцы, это, ну, у них ковбойские черты характера есть, да. Вот, и если он у тебя, значит, вот, выторговал, будем говорить, они считают, что, значит, мы их боимся и идём на уступ. Будут нажимать сильнее, и ещё больше уступки будут, как, собственно говоря, вот, и Горбачёв и поступал, да. Вот, поэтому, я говорю, вот, это то, что вот сейчас они применяют против нас, значит, ракеты вот эти вот, да. И, значит, ну, вот, говорят сейчас по штабу, вот этой военному штабу группировки, которая руководит операцией на Украине, нанесли удар, вот, там, бывшая усадьба в Борятинске. Вот, здесь, говорит, что нанесли удар, пока мы не комментируем, по военному объекту, вот, в Брянской области нанесли там сутки назад, да. Так что, вот, я говорю, это плюс, значит, наращиваются удары беспилотников украинских, так что, ну, хорошего ожидать не, сейчас нечего, по сути, делать. И вот, чем же, да, понятно, там и Путин, и, значит, Лавров, министр иностранных дел, вот, заявили, что мы без ответа это не оставим, не оставим. И вот, 19 ноября, вот этого, естественно, года, подписаны изменения, по сути дела, новая ядерная доктрина. Она называется доктрина ядерного сдерживания. Вот, естественно, раньше она писалась, вот, раньше были у нас в советское время, там были доктрины, ну, закрытые. Вот, уже в российское время, и у нас была оппозиция, вот, и в 20-м году, вот, там были внесены небольшие изменения в доктрину ядерного сдерживания, там было так, что Россия, ну, ответит на массовый пуск там ракет и так далее, на удары ответит. Вот, и ответит, значит, даже против государств, не владеющих и не применяющих против России ядерные вооружения, если, значит, благодаря превосходству обычных вооружений и вооруженных сил, вот, ну, значит, будут угрожать существованию России как государства, вот, уже закладывалось, вот, то, значит, вот тогда мы применим ядерное оружие. Конечно, имелось в виду, что будет применено в таком случае оружие, ну, ядерное оружие тактического уровня, тактические ядерные вооружения будут применяться. Так вот. А вот сейчас усиливается вот это ответное действие согласно новой ядерной, доктрине ядерного сдерживания. Каким образом? Я сейчас даже зачитаю кое-что вам. Ну, вот так, Российская Федерация, я подчеркиваю, что вот на эти, как бы, уточнение, может, Российская Федерация может, не обязательно ответить, а может нанести ядерный удар в случае агрессии против Российской Федерации или союзников, а союзник у нас один сегодня Беларусь только, других союзников нет, или союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства, а также там массированной воздушной атаки неядерными средствами. Вот здесь нужно, я вижу, ну, некоторые угрозы и со стороны России, что Россия выступит, может выступить инициатором. Почему? Потому что, смотрите, при поддержке, значит, со стороны любого неядерного государства, при поддержке ядерного государства, вот, а какой поддержке? Ну, вот Украину сейчас, Украина неядерным государством является, помогают ей и Франция ядерная, и Британия ядерная, и Соединенные Штаты ядерные. Они помогают им, да. Вот. И вот как расценивать, какую поддержку? Но здесь как бы и некая компрометация и нас, вот в Курской области. Помогают нам северные корейцы. Но ведь они являются ядерной страной. Понимаете, вот здесь вот такая какая-то нестыковочка. Потому что вот сейчас примут, ну, будут вот то, что у нас заложено, да, может применить Россия, заложат себе там и те же американцы, ну, по крайней мере, будут иметь, вот, как ответный шаг в ядерном сдержании. Так что вот это не очень-не очень радостная формулировка, вот, и неоднозначно трактуемая. И особенно вот и вторая половина, а также массированный, мы применим ядерное оружие в случае массированной воздушной атаки неядерными средствами. То есть, опять же, не указано никакое количество, что такое масса. Ну, вот, 200 беспилотников полетят нам ядерным. То есть, мы закладываем для себя возможность, вот, которая не будет воспринята, я прямо говорю, кроме там нескольких стран в мировом сообществе, она не будет воспринята, вот это положение ядерного, доктрины ядерного сдерживания. Вот это, как бы, новизна, но она работает на понижение уровня, вот, принятия решения на нанесение ядерного удара. А значит, это сейчас НАТО однозначно вот отреагирует и тоже понизит уровень принятия решения, вот, в случае вот таких вот коллизий, которые случатся. Дальше, вот я еще читаю, значит, положение. Российская Федерация, да, осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции, блоки и союзы, рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным или другими, другим потенциалом, другими видами оружия массового поражения. Либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения ядерного. Вот здесь тоже мы закладываем вот такую, значит, возможность, что мы можем применить ядерное оружие, значит, по государству или, там, блоку, союзу, стран. Это прежде всего имеется в виду НАТО, вот, да, если даже они не будут применять ядерное оружие, вот, ну, или обладают потенциалом, превосходящим наш. Ну, если прежние заявления нам, вот, вспоминать наше руководство, вторая армия мира, это мы, первые американцы. Ну, вот, показывают, что не так это. И нас даже, вот, на определенных оперативных направлениях, вот, СВО, значит, превосходят. Вот, вот, как на это реагировать. То есть, здесь мы оставляем за собой, как бы, право, вот, ну, НАТО помогает, значит, и ядерные державы, НАТО там помогают Украине. Оставляем право нанести вот на поле боя ядерные удары, понятно, не стратегическим, а тактическим оружием. Вот, еще тоже вот один момент такой спорного характера. Ядерное, да, ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые представляют контролируемую ими территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки или осуществления агрессии против России. Понятно? Опять же здесь вот имеется в виду Украина, да, потому что все, кто поддерживают Украину, они, по сути дела, их даже территория является объектом для ядерного удара России. Это, да, действительно, обеспокоятся там европейцы прежде всего, но, 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 а как быть, что если обучает, вот кто обучает летчиков, обучает там танкистов, обучает на своей территории, как это считать, является это фактором для применения ядерного оружия. То есть, вот таких вот, таких вот нюансов, ну, достаточно, которые могут трактоваться или двояко, вот, или, значит, вообще расплывчато, да. Да, вот, дополнительно, значит, РФ может задействовать ядерное оружие при применении противником ядерного оружия, это просто новое, по воинским формированиям или объектам РФ, расположенным за пределами ее территории. Вот, то есть, ну, вот у нас в Сирии дислоцируются там военные объекты, контингент и так далее. Ну, предупреждаем, это посыл, по-моему, в сторону Израиля. Так что вот такая-такая ситуация, вот, чем Россия, собственно, отвечает на вот эти удары ракетами, атаками, атаками, значит, британскими штурмшедами, вот, ну, и французы, вот, возможно, применять. Вот чем мы отвечаем. Хорошо это или плохо. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо, бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию.